всем привет сегодня у меня необычный гость в прямом эфире мы сегодня будем говорить о отцовстве и будем говорить не просто об отцовстве а сегодня вы услышите истории об отцовстве о трансформации отцов в сложных ситуациях и эти терапевтические истории а будут здравствуйте ирина и эти терапевтические истории расскажет и поведает ирина конищева врач кардиолог которая всю свою сознательную жизнь занимается врачебным врач радиолог прошу прощения я я понял что я врач радиолог который всю свою сознательную жизнь занимается работой с как медик работой с детьми работой с родителями и почему эти истории про отцовство терапевтические потому что в них как раз есть определенный инсайт который хотелось бы чтобы у вас возник но в конце мы о нем отдельно тоже поговорим о том какой инсайт может возникнуть и должен возникнуть ну и у каждого он будет конечно свой ирина вам слово добрый день смотрите почему разговор шел об отцах я хочу немножко преамбула разговор будет большей частью об отцов об отцах людей детей которых я видела своей жизни мы хотели сделать я хотела рассказать несколько очень интересных историй своей жизни но не о тех детях которые лежали в больничных условиях о тяжелых детях у которых своя история и своя история родителей этих детей в большей части мы сегодня поговорим о просто родителя из моей жизни которых я видела не не касаясь патологических состояний когда родителям приходится впадать в тяжелые психологические состояния даже я бы сказала психические аберрации которые происходят с этими родственниками родителями которых я навидела за всю свою жизнь очень тяжелых историй но мы поговорим о прекрасных о положительных историях и почему-то почему-то по моей жизни у меня красной нитью проходили все время мужчины отцы поэтому разговор пойдет большей частью о них я тоже дочь своего отца мой отец был прекрасным детским врачом педиатром эндокринологом он всю свою жизнь посвятил детям мало того у моего отца нас было четверо я старшая дочь своего прекрасного отца которого я помню и каждое слово его помню по сей день в моей жизни попадались большие красивые люди отцы на которых я тоже равнялась и когда я потеряла своего отца они мне стали заменять собственно своего отца которого я всегда вспоминала одна из да и хотела вставить еще одну фразу по поводу матерей сама я мать мать очень многих воспитуемых мною детей так по жизни пришлось что у меня такая получилась многодетная семья сама я мать и мы не говорим сегодня о матерях потому что матерях написано которые и в горящую избу и коня на скаку вы прекрасно знаете что такое мать а по поводу отцов и мужчин в целом я хотела поговорить потому что в большей части почему-то только сейчас мы пришли к тому что отцы стали большей частью сидеть с детьми в декретных отпусках отцы большей частью что я очень сильно приветствую занимаются детьми в домашних условиях потому что матерям приходится очень много работать мало того что они тянут эту бытовуху которая женщина в принципе нормальная женщина нормальной физиологии тянет все бытовуху на себе мы не говорим о патологических физиологических ситуациях мы говорим о нормальных ситуациях когда отцам сначала приходится заниматься воспитанием переводами из школы забираниями по походами на кружки и вот в этот самый момент когда отцы если они вообще с новорожденного состояния приходят к своему ребенку сам так приходится даже если это просто приходится в жизни вот так и я замечаю что именно эти мужчины вне зависимости от своей гормональной системы от днк кем бы они ни были в социуме они приходят к тому что их ребенок им становится очень близок во многих отношениях и даже японцами и всемирными исследованиями медицинскими чисто медицинскими замечено что если отцов оставлять вот как матерей допустим оставлю ребенок привязан к матери по физиологии она его кормит и так никуда от этого уйти невозможно что ребенок ближе к матери это заложено в принципе что мать это природой природой да отец не заложен но он заложен защитником оберегателем несением пищи в семью несением пищи матери своим детям и плюс он должен нести не только вот этот пищу в клювик положить червячка этого своему птенчику он обязан обязан с моей точки зрения нести ему то самое великое ценное до того как такие преподаватели как денис валерьевич прикоснуться к ним и вот если они прикасаются до того то в остальном денис валерьевич и таким великим педагогом с которыми я по жизни тоже сталкиваюсь с учителями наших школ моих внуков школ моих детей школ и так далее если это преподаватели от бога то они конечно подхватывают и несут наших детей но и в принципе можем начать в моей жизни была одна из таких я бы сказала душесчипающих историй которые я думаю что они повлияют на ваше сознание и самосознание тоже и может быть вы пересмотрите свои какие-то отношения мы говорим о тех родителях которые принципиально живут своей жизнью как-то воспитывают детей как-то что-то им дают как-то помогают однажды сидя на очень тяжелой работе работала я очень тяжело по 16 по 18 часов в сутки иногда мой рабочий день заканчивался отнюдь даже не в 12 ночи и около часа и мои коллеги которые меня знают и может быть когда-нибудь меня здесь увидят или услышат прекрасно помнят те времена когда мы до двух часов ночи с ними сидели я работала те времена врачом диагностом на серьезной аппаратуре которая называется мрай английская аббревиатура аббревиатура magnetic resonance imaging я смотрела людей детей очень много детей почему вопрос о детях потому что дети наше будущее вот и однажды в моей жизни была такая история ко мне привозили очень тяжелых пациентов которых нужно было разобраться мы стояли на страже диагностики и от нашего заключения от нашей диагностики зависела вообще жизнь человека кстати сделаю одну медицинскую ремарочку когда-то давно в 80-е где-то с 1982 года по девяносто четвертые годы во франции количеством мрт аппарата вы представляете количеством мрай аппаратуры исчислялся коэффициент здоровья нации нации почему потому что от этого зависело все их дальнейшая жизнь здоровье и продолжительность жизни от этих исследований совершенно нет поэтому вот после этой ремарки скажу очень часто мне приходилось очень много думать очень много знать мне надо было приобрести гамму знаний для того чтобы именно вот сказать что это вот это они вот это мои должны быть предположения объяснили объективизированы многими дополнительными делами и так далее разговорами с врачами клиницистами и многое другое однажды сидя вот в этом кошмарном угаре подбегает ко мне медсестра и говорит ирина николаевна везут очень тяжелого мальчика он на морфии он на обезболивающих его привезли из нашего института ортопедии нужно смотреть таз у мальчика предположительный диагноз саркома то есть это тяжелейшее злокачественнейшее заболевание в зоне бедер и этого мальчика надо пропускать вперед а у меня стоит цепь каталочных больных точно таких же как этот мальчик но так как этот мальчик на морфии и он даже не знаю по-русски пед наглядом этих анестезиологов реаниматологов был завезен тяжелейший ребенок мы завозим его соответственно в томограф первую очередь я смотрю и принципиально здесь дело касалось не только сейчас отношения а вот почему я рассказываю эту медицинскую часть преамбулы потому что мне в этой ситуации пришлось идти против всего мира этому ребенку установлен страшный я он был уже установлен рентгенологически там клинически как угодно вдруг я вижу что этого ребенка нету признаков этого заболевания а есть признаки заболевания воспалительного да с разрушительной силой разрушились кости до ребенок тяжелейший он практически погибающий потому что он кричал от боли и все подумали что это именно саркома такое тяжелое течение воспалительного заболевания было и знаете мало того что я это увидела когда нам пришлось снимать этого уже ребенка с томографа я кричу в коридор как всегда так как стоит очередь из каталоги ко мне до вдруг заскакивает прямо в ординаторскую мужчина очень такой найти типаж из фильма я не обижу этого человека если скажу как он мне каким он мне показался субъективно это был пол полноватый с таким хорошим авторитарным животиком мужчина в черной футболке что сильно резко запоминается потому что это был типаж вы знаете новых русских вот этих новых украинцев не знаю как их назвать футболка со свастикой с какими-то там черепками я не очень в этом разбираюсь и самое главное большая золотая цепь и кресть и крест вот этот на животе большой такой крест человек нес на себе он заскочил со словами что как тут что тут что тут вообще все это с таким видом знаете немножко амбициозно напыщенным немножко с претензией непонятно за что претензии так далее и когда я сказала зовите а привезли его не только врачи а вот же приехали вот эти вот люди вот этот мужчина и с ним какая-то женщина я говорю дорогие родители забирайте быстрее давайте не выяснять сейчас что тут с ребенком заберите мне пожалуйста его с томографа вывозите потому что у меня тяжелейшие тяжелейшая работа и когда у меня образовалась буквально три минуты свободных мне нужно было написать очень быстро это заключение очень быстро а заключение было очень серьезным думать было некогда у меня такие же ждали больные и мне нужно было отвечать очень быстро хирургом там терапевтом что у этого что у того нейрохирургом я такой работе проводила сутками и вы знаете я выбрала эти три минуты я выскочила в вестибюль там где стояла уже на буквально отъезжающая такая талка в скорую помощь и пациента отвозили обратно в клинику я выскочила вы не представляете с каким лицом я туда выскочила я я вышла до сих пор вот вы знаете меня это до сих пор волнует я вспоминаю свое ощущение радости я выскочила сказать будто бы это родители что все ошибаются ребята остановитесь я вам хочу сказать радостную весть я говорю где этот папа который тут ко мне крича забегал и тут этот мужчина ко мне выходит я говорю вы знаете я хочу вам сказать что у вашего ребенка нет саркомы я пишу заключение что это воспалительное заболевание его можно вылечить может быть даже зря ну не зря тут боль эта вещь такая ребенка сделали уже практически он впал в зависимость от обезболивающих средств и я ему сказала что такую фразу что ребенка можно вылечить я сейчас иду против всех у ваших дать доселе написано в заключении и я считаю что его можно вылечить когда меня папа спросил где кто что а он мне говорит а я не папа этому ребенку я говорю как не папа это я его а это мама а я еще говорю позовите маму чтобы я вам обоим рассказывала эту радостную новость знаете его можно спасать его нужно спасать не надо этого ребенка хоронить а мы не мама и не папа мы мы родители его друга я говорю как его друга а у нас дети учатся в одной группе в юрокадемии он мне тогда сказал говорит этот ребенок ну мягко выражаясь помогал моему сыну все это мы год учимся в юридической академии ему моему сыну он так назвал мягко ну знаете любя оболтусу помогает он очень умный этот мальчик и я вызвался просто понимая что почему ну как бы ребенок лежит в больнице а мой сын проходит учение плохо и ему нужно помогать и я при позвонил родителям этого этого мальчика спросил когда что там происходит вообще в этой ситуации а те сказали что он в больнице лежит и у нас такая беда а у них еще дома двое маленьких детей это был ребенок из семьи с тремя детьми и эти родители так как этот ребенок поступил собственными силами учился не на контракте он помогал этому мальчику который ну я так тупо понимал что где-то в чем-то он не успевал не будем этот факт оглашать сильно и этот ребенок фактически вытягивал своего друга для того чтобы они продолжали учиться вместе ну была такая ситуация ты мне я тебе но тем не менее тот из достатка семьи с достатком этот мужчина явно был с достатком а потом так и оказалось а этот мальчик из бедной семьи и пытался тянуться вот каким-то таким образом и этот мужчина вызвался просто поехать узнать что с этим ребенком и вот он здесь и вот я ему сообщаю тогда возможно он не настолько осознан его мысль в его голове была только одна ему нужно было чтобы его ребенок закончил этот хотя бы первый год обучения а с этим беда какая приключилась но не осознал еще этой беды ему важен был его ребенок в этой ситуации чтобы того подтягивать и тянуть и вот он прикоснулся впервые к этой ситуации к ситуации тяжелейшего положения этих родителей и этого мальчика когда он посмотрел на этого мальчика я увидела в его глаз знаете взгляд на эту каталку и и мне стало понятно что это за дело это впервые за дело этого человека лично да он прикоснулся к этому лично и он увидел этот весь ужас с каталками стоящими с этими анестезиологами которые наклонившись над этим ребенком что-то ему бесконечно подкалывали потому что для того чтобы получить этот диагностический критерий наш ему нужно было не шевелясь пролежать 40 минут в аппарате ну да у него боли постоянные а у него такая боль что он каждые пять минут то он хотел пить пить ему не давали нельзя было под анестезией и так далее и так далее и этот человек на него посмотрел вы знаете я мельком я очень часто мельком определяю как человек относится то ли к своему родственнику то ли к врачу то ли ко мне то ли еще куда отношение к самому факту диагностики лечения и так далее это очень сложно но все это в комплексе за одну секунду можно уже с опытом угадать на те времена у меня какой-то опыт но уже был я была моложе гораздо тем не менее опыт этого был потому что внутри себя я была я считаю что я была тогда сложившимся врачом а врач это очень много это глобально это люди это в тебе твои пациенты твои люди со всеми их характерами болезнями и вытекающими последствиями так вот с тем этот папа удалился да на те времена опять маленький медицинский факт от который просто необходим здесь только только прикоснулись к вопросам имплантации костей органов это были времена когда это это еще только-только было становление когда еще не пришло даже в украину тогда вот это импланты тазобедренных суставов импланты коленных суставов и так далее и так далее и я так мельком сказала вы его знаете так как тут разрушение идет костей возможно ребенку нужна какая-то имплантация я только возможность этого предположила но спасти от болезни его точно можно это начало истории и собственно на этом все и очень долго вспоминала этого мальчика и когда я однажды попросила медсестру привезли если я попросила и если будут привозить кого-то из института ортопедии в течение вот ближайших дней ты можешь там врачей спросите потому что мне страшно некогда заниматься этими разговорами хотя мне обратная связь очень важно спросить про этого парня и вот что мне ловит через буквально недели полторы привозят там другого ребенка с устами или там и так далее и мне сообщают о том что медсестра говорит узнаете тот парень исчез из больницы его забрали и он куда-то как бы исчез ничего не знаем по этому поводу то есть никто ничего сообщить так и не смог проходят годы я очень редко я в таком же коловороте событий я за это время вы не представляете сколько отцов которые спят в коленях на приставных койках у своих детей которые прооперированы у нас в клинике на те времена которые там некоторые просто как вам сказать приходили к вопросу отношений по поводу своих больных детей давайте говорить о больных детях к юристам гнушаясь какими-то общей человеческими факторами не много делали иногда таких чисто вещей которые я считаю что это не для их ребенка это для самоутверждения обращались там подавали в суд на каких-то врачей с кем-то пытались там выяснять финансовые отношения и многое другое но это не было сделано и были отсюда но мы сегодня не об этом а вот этих только душесчипающих историях и проходит много лет много заметьте буквально я так я сейчас не помню но я вам честно скажу лет семь наверное а может быть пять я не могу точно сказать ко мне в ту же самую ординаторскую тихо спокойно стуча входит человек худощавый чуть-чуть лысеющий немножко такой я бы сказала габитус это выражение вот совокупность выражение глаз лица и так далее немножко такой тускловатый немножко замысловатый знаете как у иисуса который повидал многое ну я даже как у джакон знаете такой немножко отсутствующий присутствующий усталый взгляд достаточно скромно был одет обычные кеды какие-то обычный какой-то полу спортивного там какая-то рубашечка на нем то есть среднестатистический скромный мужчина который пришел и я тоже вот я все время смотрю на людей которые ко мне приходят что-то спрашивать мне очень важно с кем я разговариваю почему потому что мне очень важно как ко мне обращаются и по какому поводу ко мне обращаются и вот этот мужчина спускается у нас там три лесенки вниз он спускается спокойным образом по этим лесенкам говорит мне такую вещь добрый день я николаевна я к вам при извините что я вас отвлекаю я вас отвлеку если можно ну самое больше минут на 10 если можно вашего внимания вы наверное меня не помните но я вам хочу сказать это тот мужчина может быть вы вспомните мальчика у которого разлагалась пол таза тазобедренные суставы которая пошла супротив всего мира и выставила ему все-таки не страшный диагноз саркома а теперь я знаю что это за болезнь такая а воспалительное поражение гнойное воспалительное поражение суставов я тот мужчина который со своей женой тогда привозил начинал курировать этого ребенка если вы вспомните у меня сын учился в юрокадемии это его был товарищ я говорю конечно помню вы не представляете как я хотела узнать что там с этим мальчиком дальше поверьте не с вами с этим ребенком мне же интересен этот ребенок как факт мои ошибки не ошибки что с ним дальше произошло он будет вот это я и хотел вам рассказать я за эти годы похудел на 32 килограмма а сейчас расскажу почему я совершенно по-другому начал относиться не только своему оболтусу и не только к своим у меня говорит еще были дети там туле от первого брака я там не помню или младший ребенок у них семье был по моему или младший я не зафиксировала это внимание я я изменил благодаря этому ребенку всю свою жизнь я был великолепным безумным извините из песни слова не выбросишь бабла была горы я мог мне казалось что я охватил весь мир что я сделал я узнал у меня были друзья какие-то в москве и я этого ребенка выхватываю почему-то на тот момент я поверил вам больше чем всем врачам которые окружали этого ребенка я его выхватываю и везу лично в москву беру отпуск первый отпуск в своем бизнесе я взял всего лишь на 30 дней через 30 дней я даю отпуск своей жене которая вслед за мной возвращаюсь в харьков веду свои дела устаканиваю какие-то свои дела по бизнесу и снова и еду туда вот эти первые 30 дней я практически не спал я практически не спал я пытался курировать каждый момент я вникал в каждую каждую секунду в тот момент что ему будут делать какие операции он перенес 4 тяжелейших операций до имплантации и потом по очереди уже впоследствии по очереди ему вставили один новый сустав сделали имплант потом второй и вы можете себе представить сколько это все стоило но я приехал к вам не о деньгах бизнес мой продолжается и он достаточно успешен я благодаря этой ситуации создал такую цепочку чтобы я мог курировать и деньги потому что я тупо понимал что это вот его слова что если я сейчас перестану вести свой бизнес я ничем не смогу помочь и вот в эти первые 30 дней которые я провел в этой московской клинике я говорю помогал каждому ребенку который лежал рядом с ним кто-то судно там не было не мог нанять санитарочку чтобы за ним судно выносить у кого-то надо было поправить кому-то побежать сказать что закончилась капельница я практически не спал и я заставил себя всех которые там работали в отделении культурно красиво обратить на этого ребенка внимание потому что я поставил себе целью его вылечить вот поставил вы знаете вот я такой я поставил себе но самое интересное другое это его слова а теперь переходим к главной мотиву вообще нашей передачи самое другое вы не представляете я даже уже на второй неделе я поломался я начал осознанно подходить к уходу за остальными детьми в палате я начал осознанно подходить к тому что в жизни бывают ситуации совершенно вот такие различные когда недавно был вот этот день помощи евреям которых прятали украинцы там прятали и так далее вы помните вот буквально недавно войну люди помогали но тут человек у которого традиционно совершенно другая ментальность другие подходы почему вообще взялся за этого ребенка и вдруг он начал осознавать что он начал ломаться он говорит я переосмыслил всю свою жизнь насколько мне нужен этот бизнес насколько мне нужно сколько мне нужно этих денег для того чтобы я жил счастливо самое интересное что я и моя соратница моя жена мы вместе но мы говорим об отца мы вместе начали преломляться она бросила моих тех детей или младшего ребенка я вот я помню что когда ей пришлось приезжать к нему на смену потому что он фактически валился с ног те родители этого ребенка это все оценивали но они не могли физически и финансово этого потянуть я уж не знаю он ни слова не сказал обязаны ему те родители об этом даже речи не шло не обязаны вы представляете у человека он в эти 10 минут четко уложились в 10 минут он изложил мне вот эту историю и сказал его вывод что я подошел к своей жизни совершенно иначе я к своему ребенку совершенно иначе начал относиться и я ему сказал дорогой мой не можешь учиться без своего товарища выучись на того на кого ты в состоянии выучиться тебя не должен никого никто тянуть за уши если ты сделаешь вот этот поступок своей жизни доучишься на того кого ты хочешь выберешь свой путь сам чтобы не папа тебе а я тебе в этом помогу я помогу тебе дальше твою линию line твой выстраивать в жизни только если ты сначала определишься как бы сам видите какая история мы начали с того что он помог ради своего ребенка этому типа оздоровиться но потом он пришел куют самое интересное другое я спросила его самый интересный вопрос этот ребенок закончил академии то он закончил сам никаких денег никаких юристов больше никаких ничего этот ребенок вне зависимости мало того я же мы же за полгода он с гордостью сказал мы он и он ушли от наркотической зависимости его представляете что такое сколько надо было положить сил энергии этому мужчине я клянусь я даже не помню как его зовут я даже не спрашивала мне не важно это мне это не важно и знаете вот это все вот эта история в какой-то степени преломила немножечко и мои созерцания на с вами говорит мать тоже не одного ребенка я еще раз это хочу повторить но я мать у меня другая генетиком во мне заложены другие системы гормональные я вот из тех которые в горящую избу я сердце отдам вытащу понимаете не каждый на этом состоянии пойти а тут мужчина который ментальность поменялась подходы к жизни поменялись и вы знаете я считаю что такие люди они они должны быть где-то описаны а где-то они должны быть где-то изложены вот почему я собственно и здесь вы знаете по поводу по поводу по поводу почему почему у меня был очень хороший товарищ которому мы тоже помогли можно я вот эту ремарочку еще одну ставлю расскажу не пальскую притчу которую мне рассказал мой товарищ мне лично пришлось пришлось ну так пришлось воспитывать детей маленьких детей воспитывать держать их немножко на своих плечах и вот в те ранние времена когда они только еще были маленькие меня мой муж попросил помочь одному своему товарищу они альпинисты бывшим туристы альпинисты которому поставили стенд и я его него не положены дочь уехала учиться его старшая дочь кстати он тоже отец великолепный и у него и дочь великолепная в итоге вам оказалось по отношению к своему отцу и так далее надо тогда поехала учиться в китай и и и не было рядом я помогала этому человеку просто его кормила извините за выражение вот готовлю малым детям и готовлю ему и однажды но это были не мои дети но я с ними возилась как со своими родными детьми я очень люблю детей я к ним отношусь с презумпцией невиновности к любому ребенку понимаете к любому какого бы мне не дали там ну так случилось вот пришлось их нянчить и вы знаете в этой кутерне среди трех работ среди каких-то вот этих жизненных своих личных ситуаций тогда однажды он увидел как мне тяжело с этими маленькими а их уже там годик одной и новорожденный второй ребенок только родившиеся эти соски эти бутылки сами понимаете это кошмар просто и тут эти обеды эти ужины и так далее и вот он приходит ко мне и говорит ирина хочешь я вот вижу твою ситуацию я тебе хочу рассказать одну непальскую плитчу он был на непале который ему когда-то рассказал один шерп раньше в непале точно также детей сдавали в школу в горы к учителям и учителя это были очень разумные тогда еще в древние времена люди которые обучали их грамоте истории они обучались каким-то примитивным методом борьбы психологии кстати не пальцев очень была развита это нить именно психология детей учили культуре культуре общения и так далее так далее вот такие школы достаточно выбирались дети умные и и даже от тех родителей даже на те времена которые тоже могли как-то платить за такие школы этим учителям и вот одну из девочек маленькую отдают в одной из таких великолепных школ она там живет она там учится подходит время девочки 15 лет она подходит своему учителю и говорит учитель ты знаешь у меня беда у меня будет ребенок учитель ее успокоил так как он учитель во всех с большой буквы во всех смыслах этого слова он говорит ты не переживай пожалуйста она переживала только за то что скажут ей родители он говорит не переживай как то мы скажем им эту правду и если что воспитаем и этого ребенка не переживай а в те даже времена как к нам когда-то в пионерские лагеря приезжали родители был родительский день или тогда когда они смогут приехать и так далее и вот однажды нагрянула практически вся ее семья родня приезжали целой роднёй приехали к этой девочки и она испугавшись при всей родне этой ситуации она обманула родителей и сказала что этот ребеночек родителям которые вот они приехали что этот ребеночек от учителя родители начали вся родня начали кричать перебивая друг друга не давая никому слова шквал это в этих разговоров и так далее ругане бросают а учитель стоит и говорит так ли это так ли это не не дали ему даже закончить не дали вставить слова они швыряют этого ребенка ему на руки вырывают эту девочку и уезжают ретируется всей семьей домой проходят годы девочки стыдно от того что она обманула и наговорила на учителя но мало того там ее ребенок и она сознается родителям что этот ребенок не от учителя и рассказывает им всю правду наконец-то ну и тут же надо понимать вся эта опять родня они живут вот такими роднями кланами как мне объяснил этот мой друг бежит обратно туда к этому учителю и начинают опять на перебой кричать 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 забирают этого ребеночка учителя а учитель опять стоит и говорит так ли это так ли это но они его так и не услышали они забрали ребенка ретировались обратно семьей домой а учитель хотел сказать только одну фразу так ли это важно чей это ребенок вы знаете и когда я эту притчу тоже запомнила на всю свою жизнь она подходила немножечко к моей личной ситуации но мы сегодня не об этом и вы знаете я провела параллель вот с этим мужчиной а так ли это было важно чей это был ребенок важно состояние его внутри он стал человеком он стал более благородным отцом и я думаю что и его сын которого он в новом свете будет воспитывать и тот ребенок который выздоровел благодаря и те родители и тот отец который который его отец биологический скорее всего станут на какие-то совершенно другие уровни понимаете как электрончик на датам но здесь же самое главное на мой взгляд преображение вот которое произошло вот в этой истории это конечно с одной стороны на виду это спасение мальчика спасение мальчика правильная точная диагностика ваша профессиональная потому как все таки все диагнозы поставленные то что вы не сказали но то что я знаю авторитетными харьковскими врачами и вам конечно со своим диагнозом еще и наверное немножко страшновато было потому что вы так сказать поперли против авторитетов серьезных скажем так и в то же время вот это на поверхности лежит на история выздоровления но то как папа как вы описали его внешний вид то есть это же еще говорит о его такой потребительской по жизни позиции да то есть я готов для своего сына взять какого-то мальчика над ним взять шефство для того чтобы моему сыну было хорошо а то есть ну вроде бы даже удобно удобно да потому что сын учиться должен по идее ну да как сейчас чем мы дальше с вами живем тем мы больше узнаем и понимаем про европейскую систему образования где мне недавно вчера только рассказали историю про кошицкий технологический университет знаете сколько туда стоит поступить 20 евро значит 20 евро вы платите зарядку в кошицкий технологический университет вас туда берут берут туда и там бесплатно вас учат и все это хорошо и прекрасно а стипендия вам платится в конце года понятно почему да научная сита просеивает всех кто туда готов так сказать да вот и вот в конце года там эта стипендия составляет по моему там порядка трех с половиной тысяч евро за десять месяцев вот но вы можете не получить если вы не дойдете вот у вас там питание проживание все это вам дается а по моему даже бесплатно ну вот но стипендия только в конце года поэтому юрокадемия у нас устроена харьковская совсем не так вот и поэтому конечно и вот его вот эта потребительская позиция она была подвергнута большому ну наверное тут для меня больше всего даже подходит слова паломничество да да это было похоже на паломнический тур но он слишком жесткий он слишком жесткий этот паломнический тур этот этот сумасшедший жизненный настоящий устроенный жизнью тренинг личностного роста который просто заставил бизнесмена с большими деньгами убирать утки у детей рядом лежащих помогать им и окунул его в самую-самую бездну и место это одно из самых сложных потому что когда ты видишь рядом серьезных тяжелых детей у которых тоже у родителей там не у всех есть деньги то конечно сердце не дрогнуть не может поэтому этот папа попал в такую ситуацию в которой выхода у него нет или ты духовно преобразишься или ты не выйдешь другим человеком отсюда если ты уже туда попал и он мальчиком и должен был там находиться долго он мог и мог этого всего не видеть но он остался там почему да да значит стержень есть значит сердце дрогнуло значит тоже да и он это захотел этого личного участия которое он еще когда не понимал что это даст ему возможность к таким преобразованием в своей жизни то есть то есть соглашаясь на этот паломнический тур на этот тренинг личностного роста он и не представлял какой бонус его ждет в конце вот совершенно бонус его посетил этот бонус жизненный именно бонус так красиво это сказать я так и я так и считаю что это ему бонус это не отбирание у него тысяч тысяч долларов которые он вложил вместо своего бизнеса в этого парня это понимаете самое интересное другое что многие ведь живут идут вот знаете проторенной дорожкой сегодня я закончил школу поступил в пионеры потом в комсомол потом я закончил институт потом меня устроило государство на какую-то работу и терапир но это было при совдепи но я вам скажу так с малыми какими-то изменениями родители до сих пор как-то стандартно стандартно сынок не переживай я тебя устрою ты это ты то я вам скажу свое опять-таки личную вещь я своему сыну сказала я была очень молода когда у меня появился первый ребенок и вот буду заниматься сам выбирай профессию выбирай это поступай не поступай и он сам вот как он хотел так он и делал поступил в университет каразина им яс потому что языки нам хорошо давались и он хотел этого он хотел идти на востоковедение он занимался дюдо дюдо вольной борьбой и так далее он изучал японскую культуру для этого не захотел после первого курса мы бросили пошли перевит перешел я даже не знала в институт физкультуры почему-то ну вот таков путь понимаете вот он сам а я ему только помогала когда у него были какие-то достаточно сложные времена нет не помогала деньгами в плане обучения боже сохрани а плане осмысления ну вот поэтому мы и говорим сегодня об этом и поэтому так важно на мой взгляд об этом говорить потому что родитель который ну что называется по-хариковски да скажем подмазывает своему ребенку да он же он же точно так же проявляет любовь как и вы не помогая но ваше непомогание это качественнее работает чем подмазывать вот чем разница да бонус лучше качественнее бонус а ведь и тот родитель и вы одинаково любит но просто ваш тип любви в том что вы даете самостоятельность и помогаете только когда реально нужно а не тогда когда подмазать лишь бы вот вы врач и пусть сыночек будет врачом плевать что не врач плевать что не врач просто у ирины николаевны неплохие связи во врачебном мире а ведь это правда ну так почему бы ну пусть будет диагноз я а он не диагноз а он не диагноз а он не врачом они вообще не совсем а а связи как же а никаких нет я имею ввиду ваши что пропадают они что ребенку не пошли ну может и применяться только в другом виде да это не важно это не важно много от ребенка я другом я кстати не против связи еще и почему я объясню почему очень многие родители которые имеют связи помогают своим детям на самом деле коту детям которые достойны этого потому что есть ребенок без связи у родителей я и не против как бы этих связей почему потому что если если ребенок этого достойно он не может пробиться через вот эту вот блок безденежья и говорит мама помоги папа помоги он скажет мама папа помоги мне ну тебя ж такие связи я хочу вот это вот это другая история это другая история это будет исходить от него от него совершенно верно вот таким детям и связи пригодятся все конечно вы поймите мои связи они уникальны в каком-то смысле мы не можем меня сравнивать с другими связями почему потому что я сожалению к сожалению мои связи образовывались на несчастье этих людей с которыми у меня появились связи но не без того что я приобретала авторитет благодаря какому-то своему профессионализму мы сейчас не об этом я хотела если людям интересно я могу рассказать вторую историю это просто истории мы сегодня об истории о каких-то людям отца для которых для которых какие-то вешки в их жизни привели их к изменению я не побоюсь этого слова полном изменению менталитета и подхода не только к своим детям вы понимаете для меня нету различия как у медика это взгляд медика мы сегодня говорим о взгляде медика я немножко иначе оцениваю вашу работу преподавателя психолога детского в особенности психолога и только детского я оцениваю со стороны еще другой совокупности ведь мы люди мы особи физические особи у которых определенные болезни гормональная система которая глобальным способом может повлиять на всю нашу жизнь на нашу ментальность наши когнитивные вероятностные случайные связи и многое другое вы понимаете то есть тут такая большая лирика что мы не будем брать это даже во внимание я просто хочу вам рассказать еще о нескольких людях мужчинах вы знаете почему потому что для меня мужчина в моей жизни начиная от папы это я считаю это не женское это наверное все таки больше психоэмоциональная тоже в совокупности женским гормонами и так далее для меня мужчина всегда считала я что за штаны не зря дают 5 баллов понимаете для меня это верх совершенства понимаете я даже до последней секунды считаю что нельзя женщин запускать правительство нельзя женщин ставить на руководящие должности потому что мы слишком подвержены женственности и только женщины у которых много мужских половых гормонов они могут эти вещи вершить но в основном вершить у мужчин логистика выстроена гораздо больше как защитника как у осмыслителя этого заметьте даже слова бог мужского рода я не хожу в церковь к сожалению или к счастью я уже не знаю я говорю совершенно честно но я верю какие-то там силы как и все мы люди хочется всегда праздника в душе хочется поверить в чудеса и хочется чтобы бог нам эти чудеса валил на голову на чудеса мы делаем все равно сами и от нас зависит все это дело и я хотела вам рассказать о тех ситуациях жизненных красивых которые возвышают этих людей этих мужчин этих отцов и тем более еще больше возвышают в нас в женщинах которые мы на мужчин смотрим как на богов в каком-то смысле изначально наше изначальное кредо она заложена в нас посмотреть на мужчину как на источника самовыражение понимаете вот это вот все моей жизни я почему и запоминаю те истории хотя поверьте вот эта история с этим больным мальчиком это его болезнь иногда ни в какие другие вы не представляете какие бывают страшные мы не будем они говорить и там тоже родители участвовали немало понимаете немало и у них тоже ломалась и психика и подходы и так далее но я о красивом хочу сказать и о том что запомнилось больше всего вот мне со стороны медика который навидался очень так вот у меня был очередной пациент который очень человеком от бога он актер он был актером он заболел плохим заболеванием не будем оглашать кто это он всю жизнь работал в театре он был менеджером руководителем свое время и так далее и так далее к сожалению его нет но тем не менее этот человек был очень красивым с точки зрения как человек ну и плюс его актерство но тут дело не в этом его посетила эта болезнь и мне пришлось на те далекие времена когда в харькове еще не было никакой аппаратуры технологий я скажу больше технологий на которых можно было четко установить диагноз четко мы плавали еще я только на международных конгрессах где-то на учебах каких-то других городах даже в той же россии и вот в россии впервые начали эти технологии получать и я естественно пошла с ним к соседям в город белгород пешком мы с ним тогда уже украина отделилась и мы с ним пешочком я ему говорю пойдемте туда там есть аппаратура которую поставил мой российский работодатель который на которого я вот до недавнего времени меня впервые нанял частный предприниматель работодатель который благодаря деньгам сделанным просто на извините гречки а все сигаретах и булли у него бизнес торговый он там склады торговля супермаркеты и вдруг этот человек это еще одна ментальность о нем и пойдет сейчас речь еще одна ментальность извините за бутылкой водки это его слова он решил купить и поставить первый аппарат вот такой ему какой-то хирург сказал за бутылочкой водочки что ты знаешь ты стал вот эту аппаратуру она сейчас приносит много денег ты в медицину вставляйся потому что сейчас там бабла будет немеряна особенно вот это помните про францию коэффициент здоровья нации и кто-то из вот этих хирургов я там раньше при совдепе я во первых училась в петербурге я не вспоминаю совдепе тут это ни при чем меня просто там знали тамошние уже коллеги рентгенологи радиологи и так далее я там читала доклады в москве меня уже там чуть-чуть знали наши коллеги и когда отделилась украина в украине этих технологий нету они были только там столицах это только начало основное начало по россии к сожалению было в сибири в омске красноярске новосибирске туда из японии начали первые поставки этой аппаратуры в научные исследователи диагностические центры и так далее это неважно и вдруг ко мне звонит вот этот человек о котором сейчас пойдет речь его зовут александр я не буду скрывать его имя он на меня не обидится я рассказываю и говорит добрый день или николаевна я хочу вас пригласить на аудиенцию я такой-то такой-то я хотел бы к вам приехать хотите я к вам приеду в харьков я слышала вас услышал о вас в москве от одного доктора хотел бы с вами обговорить одну маленькую деталь маленькую деталь приезжает он со своим адвокатом и обговаривает в рабочем порядке я с выпученными глазами занимаюсь своей работой тут он вдруг внезапно посещает меня мне на него пришлось выделить но ровно минут пять потому что вы мне извините у меня пациент меня больные я никак не могу отвлекаться надолго я вас надолго не задержу я предлагаю паре вы в свободное от дежурства от работы время я вас приглашаю хотя бы как минимум в белгород не надо там лететь в москву куда-то еще в белгород по соседству меня там склады у меня там свои кабинеты я могу вас там принять я хочу вас пригласить к короче на работу чтобы на меня работой ну и когда я уже потом приехала я начала ему помогать ставить новый бизнес устанавливать вот эти технологии и так далее так далее и так пошло так вот и я везу моего друга который заболел актера театрала везу туда на хороший аппарат диагностическую систему филипс которую я же и посоветовала тогда поставить этому моему российскому работодателю и вы знаете когда ему стали установила более четкий диагноз потому что от этого плясала все дальнейшая его жизнь его лечение это стадийность заболеваний и так далее и когда я увидела все что мне нужно было увидеть уже более точно я ему все это начало объяснять и он а он говорит а что у нас в харькове такого нет почему я пешком вот это вот должен был переться в этот что такое белгород ну да это не авторитет это не авторитет но почему там стоит этот аппарат а у нас он не стоит я говорю вот так случилось меня он нашел мы с ним начали ставить эти я проучаствовала в установке всех диагностических центров ковала кадры советской типа стране на зло буржуазные ну я шучу конечно для меня нет разницы для меня все люди люди это прежде всего у врача нет разницы но тут другой этот бизнес я ему помогла ему в том числе это первый человек который мне в руки как врачу дал нормальную зарплату и не без того но я шла туда за другим за технологиями и когда я шла я лететь хотела в космос я видела эту аппаратуру когда у меня вместе с голландцами мы решали какой аппарат приобрести куда какие к нему приложения программное обеспечение какие катушки как какое должно быть магнитное поле но многие и нюансы неважно физические параметры всего это и так далее он все время советуется со мной приглашает всякие мы с группа инженеров с аппликантами со всеми с ребятами физиками решали совместно этот вопрос и и таким образом наполняли по карын кстати в харьков хотел поставить такой аппарат но потом как-то вот что-то не сложилось я уже не знаю что неважно это не имеет значения и вот мы с этим человеком ввиду того что ему пришлось меня ждать а я утром приехала там поработала в белгородском этом центре еще и мы решили что в ней мы поедем домой вместе то есть нас отвезут на машине до границы там и опять пешочком и там на свою машинку и погнали на его машинку и погнали домой и вот таким образом он там посидел немножко переосмыслил все что я ему в двух словах сказала что вот диагностика вот это супер классная уже достаточно уровневая диагностика и я думаю что вам надо как-то связываться с урологами консультироваться что делать дальше это и вы знаете вдруг он говорит ирина николаевна он сидит вот там в ординаторской в моей кибиточки в этой там компьютер для меня рабочее место организовывала или никого на а можно увидеть вот вашего вот этого начальника всего этого вашего предприятия я говорю вы знаете я не знаю сейчас позвоню может быть и можно я звоню ему на личный его телефон и о счастье а он оказывается сидит над нами своем кабинете и он оказался здесь белгороде не где-нибудь там москве или за границей это этот этот и вы знаете он в ритре николаевна сейчас к вам спущусь а он ко мне всегда относился с очень большим уважением сделала бизнес новый бизнес потом его стоматология пошла вот он тоже просил моей помощи найти кадры для стомат я тут искала ребята не важно и вы знаете он спускается и вдруг мой знакомый его звали вячеслав я скажу его имя его звали вячеслав а приехал он представляете на исследование ну как все красивые люди из театра вот люди вдохновлены он приехал в шикарном костюме с бабочкой белоснежная рубашечка с жабо никогда не забуду он знаете такой с темно-серый с переливами костюм его как блестящий я бы так металлик такой и вдруг этот человек одетый с иголочки красивый с прической становится перед александром на колено на одно ровно как в театре и говорит александр николаевич вы не представляете что вы сделали и вы знаете у моего этого работодателя вдруг начинается легкая паническая атака не понимает о чем он хочет сказать вот он хватает его за руку ведь вы не представляете что вы для меня нет для нас сделали вы дали нам жизнь вы даете тем что вы создали этот центр вы дали мне сейчас второе дыхание я могу бы а я ему еще перед этим сказал вы понимаете вы благодаря этой диагностики можете выздороветь и вы будете здоровым если бы мы там принес соответствующие ошиблись или что-то не так пошло или не заметили вот это или не заметили того вы понимаете все могло пойти иначе только из-за одной маленькой диагностической ошибки вы я когда ему это объяснила он сидел в этой ординаторской человек медицине имеющий никакого отношения и этот мой александр мой альта работодатель начал покрываться пунцовыми пятнами он он знаете он аж вспотел его это взволновало что старейший человек в возрасте гораздо старше его стоит перед ним на коленях ведь он тоже думал что у него просто бизнес ему бабки нужны ему прибыль прибыли прибыль а сколько сегодня а сколько а сколько мне человек надо отсмотреть чтобы у меня вот такая была пипа о сколько вы можете мне дать специалистов чтобы у меня вот такая сколько нам этих машин поставить чтобы меня вот такая и что к этим машинам еще можно доставить это все больше было pride ofooooo и тем не менее этот человек покрывается пунцовыми пятнами Он не понимает, я потом ему объяснила, говорю, понимаете, вы в человека вселили жизнь, и буквально на следующий мой рабочую заходку туда, я вахтой туда ходила, тут менялась дежурствами, туда ходила, и всё ради одной великой цели, это та аппаратура. Я не только туда ходила, я вахтой летала в Воскресенск, в Липецк, где только не летала, я в Омске диагностически летала в своё время, ещё очень давно, чтобы познавать, набираться этого опыта, который тогда же и россияне только-только набирались. Так вот, и он его говорит, я вам настолько благодарен, настолько благодарен и так далее. В итоге он сам, какими-то своими путями. На этом эта история маленькая закончилась. Я по поводу следующего работодателя. Буквально в следующую мою смену приходит мамаша несчастного ребёнка-инвалида на голову, и на самом деле у ребёнка эпилепсия. Это страшная болезнь, когда у него начинаются судороги, он падает с пеной урта, и его берут в армию. Она заскакивает ко мне в ординаторскую и кричит, ну что же это такое, ну напишите же что-нибудь, ну что же моего ребёнка, у меня единственный ребёнок, что мне делать? Мало того, что я, говорит, еле наскребла эти деньги на это исследование, оно же не дёшево стоит, это частный центр, извините, оно не дешево было ещё на те времена. Я говорю, вы извините, конечно, но по поводу цены, ну нельзя же мне хоть цену скостить, и доктор, миленько, тут она передо мной на коленях, я говорю, да я знаю, что у вас ребёнок болен, я всё это вижу, я всё это напишу в заключении, тут главное не от меня даже, всё, что вижу, я напишу, важно, что ваш невролог потом, какой диагноз ему выставит, и пойдёте вы в армию или нет, ну не совсем от меня зависит. А насчёт цены я сейчас постараюсь для вас всё сделать. Я опять звоню Александру Николаевичу и прошу его слёзно, не для себя, а для этой мамаши, как-то чуть-чуть уступить. А он опять, я не знаю, волей Божью, хотя его практически не бывало там, понимаете, и вдруг он сам здесь. Он говорит, Еленика, а вы здесь, я сейчас к вам спущу. И он опять заходит. А вы знаете, он тоже такой человек, вы знаете, настоящий вот, я бы его описала, как в книжке какой-нибудь у Тургенева «Русский медведь». Он крупняшка, он так на вас немножко похож, красавец, мужчина такой, тоже круглолицый, такой крепенький, здоровенный. Когда-то, я помню, когда мы с ним только-только поставили один из аппаратов в Воскресенске, в городе Химиков, в академический городок, недалеко от Москвы, и он туда приехал с проверкой. И вы знаете, все же сидят, ну как, слушайте, начальник едет, начальник, он быстро так чашки со стола, если что-то там быстро под чехвостили, убрали в туалете, проверьте, есть ли там бумага, и так далее, и так далее. Ну и тут, не дожидаясь, пока все уборки будут сделать, заходит сам. Вы не поверите, я его не узнала. Шапка соболиная с вот этим хвостиком, он в ты, сапоги, в соболях, и шуба, соболиная шуба. И заходит вот это человечище, распахивается дверь, и заходит Александр. Зима была крутая тогда, и он заходит, и все, а-а-а, приехал. И все так, знаете, как перед царем, чуть ли не на колени, и так далее. Он этого никогда не требовал, я не могла этого сказать. Просто у людей такая ментальность. Да, реагировать. Да, реагировать на такой приезд, да. Но он меня тоже тогда сразил вот этим театральным немножко своим видом, но это было его естество. Он русский соболь, вот такой он человек. Ну и неважно. И вот эта мамаша, к нему бросать, я говорю, вот мой начальник, по поводу денег, я ничем вам не помогу, вот к нему обратитесь. И тут она рыдает, плачет, объясняет всю ситуацию. Он это стоически выдержал. Поверьте, что у человека, который держит кучу бизнесов, у которого кругом все... Нервы в порядке. От Москвы до Парижа, да. Вы понимаете, что это за человек, и до Красноярской области. Поэтому она, конечно, его тоже, наверное, чуть-чуть взволновала. Он подошел к администратору, сказал, так, это мою ребеночку сделать бесплатно. Все, бесплатно. Это та часть, которую он выполнил. И вот когда мы с ним, после этого случая с мамашей, меня везли в эту смену домой на его Мерседесе, до границы. Кстати, скажу вам честно, это не амбициозно. Он меня всегда встречал и провожал на своей личной машине и только марке Мерседес. Вот если я ехала на смену в Белгород, он звонил, не знаю, на априори сказал, что Ирину Николаевну встречаем на моей машине. Не на такси там, не на это, а на моей машине. У него везде в своих городах там были свои машины. Он ездил только на Мерседесах. И я, конечно, ощутила это счастье покататься в Мерседесах. Мне очень это понравилось. Да, и в принципе понравилось все. Но теперь дальнейшая история. У этого человека, у моего работодателя, трое детей. Трое. Одна из которых девочка, как потом оказалась, вообще была как бы внебрачный ребенок, о котором он узнал совсем не так далеко. Он дважды женат был. И вот однажды звонок от него мне. Ирина Николаевна, помогите мне. И я вот тут хотел бы, глядя на вас, чтобы мои девчонки стали врачами, медиками. Можно вас на разговор. И он вызывает меня к себе. Я приезжаю к нему. И мы с ним очень долго, часа три, беседуем. Я перед этим подготовилась. Я узнала рейтинги. Я посозванивалась со своими коллегами, которые знают, которые учили детей за границами. И вы знаете, все пришли к выводу, что на те времена, это было достаточно давно, я не знаю, может лет 12 назад, вот так где-то примерно, на те времена по всем рейтингам высшие учебные заведения были в Канаде. То есть и вот Монреальский университет вышел на те рейтинги в первую линию, значит, по обучению. И я ему говорю, вы знаете, я не знаю насчет медиков, вы вообще со своими дочерями-то как-то контактировали, спрашивали, а чего они хотят? Почему они хотят стать медиком? Да, у меня там старшая грезила, я тоже буду доктором, там это самое. Ну, я же, знаете, дети как бы не со мной, и я там не сильно курировал эту ситуацию и так далее, и так далее. И вот, а у него к тому времени появилась вторая жена, и потом родился у них ребенок-сын, наконец-то сын, ну, в котором он уже участвовал достаточно тесно и близко, потому что, во-первых, наверное, я так думаю, наверное, потому что это вторая жена, которая, в принципе, он уже осознанно к этому браку и к этому ребенку подошел, к новому ребенку своему, к тем девчонкам, да, вот как все мы, знаете, ну, у меня есть сын, где-то там, от первого брака он живет с мамой, или у меня есть дочка, он там от первого брака, и там мама занимается, а я, ну, а я баблю, а я, что надо ей там, шмотку новую, а, колечко золотое, это не проблема, вот, понимаете, вот примерно вот такая ментальность, но этот человек советуется, куда их послать учиться, и он мне честно говорит, меня просто средняя уже, ну, как бы, задолбала, папа, ну, я бы такая вот, папа, ну, сделай мне так что-нибудь, помоги, чтобы я поехала куда-то за границу, ну, хотя он не собирался вообще в это даже вникать, и вы знаете, вот, когда я с ним разговаривала, он действительно не понимал, что ему делать с этими дочерьми, то ли так, то ли то, он говорит, слушайте, ну, что у нас в России, разве плохое врачебное, ему важно было моя врачебное какое-то резюме, хорошо ли у нас учат, или все-таки за границей, или все-таки начать с Москвы, или Санкт-Петербурга, и так далее, и вот я ему подсказала, вы знаете, ну, вот, наверное, может быть, даже Канада, Монреаль, если вот так вот, и вот встреча на Эльбе, я не знаю, чем тогда, на те времена, я так и не поняла, чем это дело кончилось, но через год у меня сообщение в телефоне, я продолжаю там работать, и только недавно, буквально лет 7 или 8 лет назад, я закончила ходить через границу, пешком, это стало очень тяжело, и очень муторошно, 4 часа утра, сообщение, Ирина Николаевна, а мои девчонки в Канаде, и я к ним хочу поехать в гости, знаю, что вы там были в гостях, а вы, а я сотрудникам рассказала, что я была в Канаде, у своей бывшей однокурсницы, и потом второй раз уже полетела, я в Канаду там, она мне клиники показывала, профессорский состав там, свои профессиональные удовлетворила, потребности в том плане, и мне моя однокурсница там помогла, она нас принимала и так далее, вот, и я говорю, а он говорит, вы знаете, хочу поехать туда в гости, вот вы там побывали, а что там в Канаде интересного? Я говорю, да там много чего интересного, я говорю, не знаю, и вдруг через еще год, помимо того сообщения, он мне просто отписался, что мои дочери в Канаде, уже и старшая, и вдруг через какой-то год или полтора, я уже не помню, звонок, и Александр рассказывает мне о том, как он там побывал у дочерей. Вы знаете, настолько счастливого отца, и я давно не видела, вот ровно как с той радостью, мне было настолько приятно на него смотреть, потому что вот эти перемещения, человека, у которого все схвачено, вся синяя птица схвачена за хвост, и он ее держал, очень здорово, очень сильно, ему казалось, что тоже все дороги перед ним открыты, и вот только всунуть их туда, в эту Канаду, и его отцовство на этом закончилось, баблить и даже не вникать. И вдруг человек приезжает оттуда, говорит, вы не представляете, я, говорит, я, говорит, даже не знал, даже не знал, что такое может быть. Моя старшая, она оказалась такая умница, она вместо медицины, она в физику пошла, она когда взяла и сдала физику, говорит, папа, смотри, я приехал, я не узнал свою старшую, папа, посмотри, я поступаю в какой-то научно-технический университет, отсек, я забыла, как это у них называется, сейчас, департамент, ну, короче, как у нас там, кафедра такая-то, кафедра такая-то, кафедра такая-то, вот туда она поступила, на какой-то физический факультет, а не пошла в медика, а вторая его дочка, но самое интересное было другое, он нашёл, нашёл здесь свою незаконно рожденную дочь, которой он впервые в жизни вообще морально соприкоснулся, он её даже не знал, он её даже не видел, и, вы знаете, да, младшая пошла таки на медицинский, вот эта вторая девочка его, пошла на медицинский факультет, но начала она с медицинского среднего образования, то есть у них такие уровни специальные, чтобы она должна там как-то приобрести сначала вот этот средний уровень, и она даже сказала, и так далее, и так далее, обе его девчонки, они его там, он говорит, я не представлял, на меня оборвался шквал того, чего я даже не делал для них, они, его девочки, благодарили его за то, что он смог, девочки, по-видимому, воспитанные не совсем с отцом, поблагодарили своего отца за то, что он смог дать им возможность учиться в Канаде, они к этому за два года уже так, знаете, прикоснулись тесно, и им было там очень тяжело, и только к ним сначала пришло осознание, как тяжело учиться за границей, и так далее, и потом к ним пришло осмысление, что всё это им дал не кто-нибудь, а папа, отец, который перед этим увидел, увидел, вот моё понимание этой ситуации, что меня поразило в этой ситуации, я просто приду, да, вот та третья девочка, которая оказалась, оказывается, они связаны были, или как-то эти девочки связаны были друг с другом, я не знаю, каким образом, но он мне сказал, как-то странно, пространную вещь, что он нашёл там ещё и свою третью дочь, которую он не видел практически до 14 лет, в глаза свои, она села ко мне на колени, и сказала, папа, и обняла меня, вы понимаете, вот то, что дети, дети его, его поблагодарили, осознанно, дети мудрее его оказались в этой ситуации, они поняли, что он им дал, тяжело работает, тяжело участь, они добывали это образование горбылём, и не таким, они жили на квартире все вместе, на одной квартирке, спали рядышком, в одной комнате, для того, чтобы вот этот горбыль, чтобы потом у них было будущее, не папа им деньгами сделал будущее, понимаете, а он просто им дал возможность вот это вот, приблизиться, приблизиться к такому, и он мне честно сказал, уже в разговоре со мной, меня просто они сразили, и не ожидал, что мои девчонки так ко мне относятся, я, говорит, даже этого не понимал раньше, мне сейчас хочется, теперь мне хочется туда ездить, мне хочется теперь выводить, дать им весь мир, вот теперь мне хочется дать им весь мир, он был, он говорит мне, в этом же разговоре, я никогда не забуду вашего этого пациента, которого вы привезли, кстати, как его там здоровье, я говорю, прооперирован в Москве вашими молитвами, он выздоравливает, у него все хорошо, я его, я говорю, вы знаете, Александр, вы на самом деле, я ему просто подтвердила, вы на самом деле, для всех нас, это уже было мое, ему благодарность, для всех нас сделали, вы просто, вот как Вячеслав тут, вы не представляете, что вы для нас сделали, а в данной ситуации, он благодарил меня, что я ему порекомендовала все-таки Канаду, и он там побывал, он там съездил на охоту, он мне много чего рассказал, я говорю, слушайте, не представлял, что такая страна, вот красота, говорит, и я там на охоту съездил, я там посмотрел, то я и в Торонто слетал, я и в Ванкувер слетал, и там как-то, и вот теперь, я хочу девчонкам своим, за вот такое их ко мне, я хочу дать им весь мир, понимаете, сыну он дал там потом, весь мир, я знаю потом историю про его маленького сына, он ему сделал очень многие вещи, для того, чтобы его сын встал на ноги, очень серьезно, ну и так далее, и вы знаете, я ему сказала те же слова, те же фразы, когда он вспомнил о том, я сказала, Александр, вы в каком-то смысле, вы стали тем человеком, который вселил в нас жизнь, вы мне дали первую возможность прикоснуться и работать на таких технологиях, я благодаря тому, что вы, извините за бутылкой водки, купили первый аппарат, просто так, разговор, ну типа прикоснулись к этому бизнесу, вы даже не понимаете того, куда вы влезли, он говорит, а вот теперь я начинаю понимать всю серьезность, я говорю, вы поймите, если бы, он говорит, вы понимаете, я наконец-то начал осознавать это, наконец-то, вот недавно, только сейчас соприкоснувшись к своим детям, у меня сейчас возникло желание, теперь уже, ну как бы не совсем деньги решают все, человек к этому тоже приходит, что ни связи, ни деньги, не заменят двух фраз, произнесенных его дочерьми, его сотрудниками, его соратниками, просто чужими людьми, та тетенька с тем несчастным сыном, побежала ему там сорока уст ставить, и сказала, что по гроб жизни будет молить за него Бога, и так далее, говорю, вы не представляете, сколько хорошего вы для людей сделали, и вам это все вернется в столице, вот поверьте, вам это все вернется, там не фраера сидят, все, вот людям, которые что-то где-то переосмыслили, покаялись, или пришли, очень многие истории из жизни, когда дети возвращаются там к биологическим родителям, и родители осознанно, но я вам скажу так, когда вдруг идет восстановление каких-то отношений, вот с ранее невидимыми детьми, родителями, и так далее, и так далее, или вовлечение чужих детей в какую-то семью, вот есть семьи, которые берут детей из детских домов, там пытаются, и так далее, и так далее, вы знаете, биологию, и нашу генетику сломать очень сложно, и я понимаю в своей жизни, и что таких людей, которые по-настоящему стали отцами, родителями, или переосмыслили свое отношение к своим родным, их не так много, и если какая-то история завершается красиво и положительно, то это не всегда вот здесь, это может быть какая-то заставка, это может быть какой-то цирк, знаете, вот для других хэппи-энд, как в кино, понимаете, сколько нам морды не бьют, а мы выигрываем этот бой, все равно покалеченные, но мы встаем, и преступника доканываем, этот хэппи-энд иногда, большей частью, с моей точки зрения, я вам говорю честно, он заканчивается как в кино, а неизвестно, где там, что там в подводных этих течениях, мы не можем преломлять себя и насиловать всю свою жизнь, где-то оно все равно вылазит боком, то ли нам, то ли этим детям, то ли еще кому-либо, и вы знаете, я вам рассказала эти истории, людей, которые по-настоящему преломились, мне, ну, это не стариковское, мне очень хочется, как это было, хотелось очень часто рассказать это кому-то, вот эти истории, для того, чтобы люди, люди, может быть, я не хочу сказать, что они поменяются, нет, многие, но, может быть, задумаются, а правильно ли мы ведем свою отцовскую жизнь, вот наше отцовство, насколько оно должно быть вот таким, или вот таким, или пустить его в высокое плавание, подходы разные у людей, вы же понимаете, что мы все разные, поэтому мы все живем вместе, и хочется, чтобы вот кто-нибудь услышал эти истории, это настоящая жизнь, это не в книжке написано, это не где-то взято вот оттуда, меня многие знают, это истории из моего личной практики, хотя, я же говорю, есть очень тяжелые истории, с плохими концами, с хорошими концами, но это, эти истории, они как бы, оно должно было быть так, потому что среднестатистический отец, среднестатистический родитель, он должен всегда так поступать, он должен спасать своего ребенка от утопления, защищать его, давать ему образование, он должен это сделать, да, правильно, он поступает в меру своей любви так, как он должен это делать, как отец, или как родитель, или как опекун, и так далее, а я говорю о тех людях, которые в принципе не должны были бы, не должны были бы, по идее, но они что-то сделали, и у них по-настоящему, потому что, когда я последний раз, эта история, она такая, может быть, покажется сероватой, ничего тут особенного такого, но она из моей личной жизни, и я увидела преломление у этого человека, очень больших размеров, человек достаточно жесткий бизнесмен, жесткий, у которого одни деньги, одни, он очень жестко иногда поступал со своими сотрудниками, я это видела, это было на моих глазах, но вот это, и достаточно жестко, как минимум, все-таки бросая детей, детей в первом браке, я считаю, что это, то есть, как вам сказать, от человека зависит, как он дальше, бросив жену свою, как он дальше будет вести себя по отношению к детям, не важно, что скажут юристы, важно другое, ну мы все кино эти видим, как отцы, которым юристы дали всего лишь два дня в месяц, видеться с ребенком, с разведенным, и так далее, и так далее, в общем, эти кошмары, все понятно, важно другое, что если человек на самом деле, по-настоящему любит, любит, и это количество любви, оно измеряется в действиях по отношению к этим детям, можно сидеть, проводить с этим же ребенком в скайпе, в вайбере, в телеграме, часы в помощи по математике, в помощи по истории, там сынок или дотя, я тебе хотел бы помочь, я не могу тебя видеть, но я хочу тебе помочь, давай я тебе помогу выучиться, а давай я тебе помогу, у тебя есть какие-то сложности с мальчиком, а у тебя есть сложности с парнем, хочешь, я тебе что-нибудь расскажу из своей жизни, это тебе поможет. Вот это количество любви отца, оно выражается в чем-либо, я думаю, что от них не в деньгах, да, те, у кого они есть, оно может выразиться в гораздо большей степени, ребенку можно помочь не только научиться ловить рыбу, но, может быть, уже как бы словленную рыбу эту сразу съесть, чтобы пойти дальше, понимаете, и такой вариант вполне вероятен и возможен. Вот хотелось об этом. Ирина, вот эта вот история с Александром, который диагностическое оборудование закупил, она, на мой взгляд и для меня, она интересна больше даже, наверное, с точки зрения духовности, потому что фактически интересны вот эти ключевые точки, да, то есть он сидит с каким-то знакомым хирургом, выпивают, и за разговором приходит вот эта мысль заработать денег в той сфере, которая становится трендовой. И поскольку хирург к этому близко, он рекомендует из своей профессиональной среды некий такой новый тренд, о котором тот Александр, занимаясь гречкой и рэдбулом, не знает. Он на это соглашается, да, и пытается заработать. Но вот этот вот Вячеслав, актёр, да, и вот эта вот мама, они фактически делают такую работу, вот говоря о своей благодарности в том виде, в котором вы рассказали, это вот очень похоже на то, как говорят про благотворительность. Вот есть такая история, больше тоже вот она, ну, духовная, естественно, по поводу того, что люди, которые начинают заниматься благотворительностью, они иногда задают такой вопрос. Ну, хорошо, вы вот так много говорите о благотворительности, но, понимаете, я вот как бы, ну, я могу начать это делать, конечно, но, знаете, я не сильно в это верю, что это важно и нужно. И вот я буду начинать технически это благотворительность делать. Технически. То есть я сейчас деньги дам на что-то, но я не очень понимаю, что это важно и что это классно. Да, и кому-то что принесёт. Да, да. Но делая это ещё раз, ещё раз, ещё раз, потом в какой-то момент начинает прилетать тот самый фидбэк, как вот от этого Вячеслава и от этой мамы, который начинает человека уже вовлекать, что называется, эмоционально вовлекать немножко, да, в процесс вот этих вот актов, которые он совершает благотворительно. Ну, с другой стороны, нельзя сказать, что Александр этот занимается благотворительностью, он вроде бы просто зацепился за тренд, чтобы заработать денег, но оказалось, оказалось, да, что за этим скрывается вот то самое, что фактически можно говорить здесь и включила в нём отца и заставила его вспомнить о дочерях. И он как-то, он, вот это вот, да, что те деньги, с которыми я обращаюсь, они что-то больше, чем деньги могут быть. Вот, например, если дело касается тех же диагностических центров. То есть двойное дно этих диагностических центров, с учётом того, что технология тогда только начиналась, да, вот двойное дно в том, что ты зарабатываешь деньги на тренде, а второе дно — ты реально спасаешь людям жизни, и если ещё такие делаешь вещи, как он этой маме, бесплатно, да, то это уже прямая благотворительность, и это уже вызывает эмоции, и обратная связь от людей уже включает совсем другие чувства и творит чудеса. То есть он фактически вернулся к дочерям, он тоже переосмыслил, и это удивительная история, да, которая началась с денег, просто с денег. Собственно, как и первая, первая как началась тоже, только лишь, да, помощь сыну, главное, чтобы сын Аболтус, как вы сказали, закончил Юрку. Да, да. У нас в Харькове говорят не Юрокадемия, а Юрка сокращённая. Ну, я не знаю, как в Харькове, да. Ну, возможно, да. Да. Вот. Это интересно, да. И действительно, ведь, ну, с другой стороны, да, глядя на эти истории, мы можем говорить же о том, что, наверное, лучше, да, соприкасаться с такими историями, да, и слушать, вникать, чтобы вызывало это какие-то эмоции какие-то, и пересматривать, возможно, своё отцовство и своё отношение, да, к собственным детям. Потому что действительно отцовство – это важно, и оно может выглядеть очень красиво и продуктивно. Вот. Это очень ценно, конечно. Это ценно. На самом деле, я думаю, что именно от этого зависит. Неважно, кто твой отец, столяр, я извиняюсь за такое слово, алкоголик конченый, который только их делает, и пошёл за бутылочкой обратно, и так далее. Вы знаете, а вот самое интересное другое. Я не знаю, что происходит внутри этих отцов, если взять какое-то, допустим, ну, социально негативные какие-то вещи, почему вдруг среди тысяч-тысяч детей, алкоголиков, наркоманов, социально опущенных людей, которые не... Вот дитё там валяется где-то в пелёнках, неважно в чём, оно босиком ходит, ну, цианщина я так общим словом называю, да, и вдруг среди вот этой кучи вот такого негатива появляется ребёнок, который прекрасно относится к своему такому отцу или к своей такой матери. Это... Ну, 99% это не так. Это не так. И так, и так. То есть взаимозаменяемые вещи, что отношение со стороны отца, что отношение со стороны ребёнка, оно примерно будет балансироваться на одном где-то уровне, их может удерживать какая-то просто физическая связь, потому что ему жить больше негде, или ещё что-то, или ещё, или потому что знание, что это один. Всё. На этом дело заканчивается. Но есть масса случаев, когда этот процесс не просто сбалансирован, а вдруг возникают такие вещи, и мне не надо далеко ходить, я не буду показывать пальцев, но в моей жизни человек, который 35 лет, безбожно пил, безбожно пил, очень тяжело болел, заболел, и когда... Но при этом, но при этом, как вам сказать, он всегда, ну, сказать слово «любил» сложно, но первое слово, при пробуждении, при там выздоровлении, выходе очередного из наркологического диспансера, там, принудительного, непринудительного, человек задает вопрос, где? Где мои дети? Что? Как? Всё в порядке? Понимаете? Я не знаю, с чем это связано, это... Но такие иногда ситуации бывают, понимаете? Вот бывают. И, возможно, то сейчас, о чём мы говорим, это касается больше, мы уже определились, нормальных ситуаций, более-менее физиологических, не касающихся, когда наши дети, не дай бог, погибают, или очень сильно, там, не дай бог, что-то болеют и так далее, тогда мы превращаемся в несусветицу, мы... Тут хоть мужчина, хоть женщина, если у него какое-то чувство есть, он переживает очень сильно, многие до инфаркта доходят, до умопомрачения, в прямом смысле этого слова, понимаете? Вот. Поэтому я вот думаю, что в данном контексте всё нужно воспринимать в совокупности, понимаете, вот именно, что в совокупности и системно, что человек... Я до сих пор верю в сказки, в то, что может приходить настоящий Дед Мороз, и на самом деле, я очень много думаю о том, что всё-таки каждый человек, мужчина, мужчина, исходя из его физиологии, скажем, не женской физиологии, тут надо всё равно делать на это поправку, я ещё раз повторяю, мы говорим о врачебном больше взгляде, а тут это совокупность всего. И вот каждый человек, мужчина, который доселе, где-то как-то, мы сейчас говорим об отношениях отцы и дети, никак не относился к своему ребёнку как-то с какой-то, вот в том нашем общепринятом понимании, как отец, он может измениться. Ситуация может быть настолько изменчивой в этой жизни. И опять-таки, я не говорю о войне. Я соприкоснулась с войной, больницы скорой помощи, с очень многими историями. Мы не будем говорить об этих историях, как там терялись дети, как в одних портках отцы с детьми выскакивали из бомбёжек и так далее, и так далее. Это ситуации ненормальные. Тут это всё на уровне ствола. Он схватил не мешок с деньгами, а схватил своего ребёнка и помчался в одних трусах. Эта история у меня тоже на жизни. Моя мама, у неё была квартира когда-то на Алексеевке и во время войны к ней в прямом смысле ребята молодые, в их дом попала бомба, и они в трусах, она в ночнушечке, рожая на пункте уже здесь, на Украине, она родила ребёнка, и он их двоих тащил. Её после тяжелейших родов прямо среди солдат, она рожала этого ребёнка, они кинули клич, звонки, я не знаю каким образом меня нашли, позвонила мне моя какая-то там знакомая, говорит, Ирина Николаевна, ваша мама там не может у неё, я знаю, что у вас есть там квартира, может вы примите, я уже всех тут пообзванивала, ребята, голые, боссы, мы их тут одели, обули, может вы их приютите хоть на несколько дней мы тут найдём для них жильё и так далее. Моя мама их приютила, голых и боссов. Так вот, этот парень, который через несколько лет, он здесь встал на ноги, они к ней пришли, уже, ну как бы и ходили, обули, дали что-то с собой, этого ребёночка они, он, конечно, их выходил, этого ребёнка, и, по-моему, когда этой девочке то ли 3 годика, то ли 4 годика, это было вот в самом начале войны, буквально в самом, когда только начались вот эти вот кошмары все с войной, вот, они уехали, к сожалению, обратно, к себе домой, туда, на ту сторону, они очень были благодарны, всё, он здесь сразу же начал, устроился на работу, так вот, мама мне говорила, я его, кстати, один раз только видела, этого парня, они жили там у нас на квартире, я была занята своими вопросами, вы знаете какими, у меня тоже своя история, вот, поэтому мне было не до его ребёночка, и один раз я его увидела, просто мама мне рассказала, когда она их взяла домой, начала кормить, первое, что она начала делать, это их кормить, подкармливать, потому что парень был истощён, настолько, она говорит, это просто скелет, обтянутый кожей был, вот как в Бухенваде, человек, который просто не доедал, не допивал, он кормил, любыми способами, он за полгода, немножко оправился, ему нужно было, маму кормить, которая кормящая мать, ему нужно было смеси покупать, начинать покупать, чем-то докармливать ребёнка, и так далее, и так далее, я с ними, кстати, по телефону общалась, я ей говорила, что для улучшения подкармливания берите козье молоко, там на Клочковской, есть бабушка с козами, я Машеньке своей брала, разбавленное козье молоко, вполне на какой-то срок, заменяет эти адаптированные смеси, и не надо много денег, для этого даже тратить, то есть подкармливать, лучше козьим, а не коровьим, и так далее, я эти советы, там все их какие-то давала, смысл в чём, мы не говорим о ситуациях кота, надо хватать котонки, ботиночки для ребёнка, и куртку, и бежать, и хватать прежде всего его, мы не говорим о тех отцах, которые спасают, там, на пожарах детей, и не своих, и своих, мы же не об этом, мы говорим о том, то есть эти люди изначально, эссенциально таковы, вопрос в том, почему меня эти истории жизненные будоражат по сей день, и почему мне очень, мы с вами в личном разговоре, к чему мы пришли по поводу этого интервью, они сильны тем, что люди, каждый человек может сделать подвиг, для каждого человека есть место в этой стезе, для подвига, а особенно для подвига, по поводу своих детей, и я верю в то, что человек может измениться, я в это свято верю, вся моя жизнь, с этими людьми, у меня проходило, проходило перед глазами, я же вам говорю, немало отцов, матерей, и даже не касаемся матерей, потому что, ну, мать, скажем, 80% на мой такой взгляд, матерей, они являются настоящими матерями, которые будут своего ребёнка вкладывать всю душу, сердце и так далее, выкладываться по полной, будут нищими, но она пойдёт зарабатывать на этого ребёнка, чтобы его как-то вот туда вытянуть и так далее, как при молодом капитализме, помните, чтобы сам печёт хлеб днём и ночью, или работает на кузне, развивающейся капитализме, чтобы его ребёнок получил образование, и он на это копеечка к копеечке, всю жизнь горбатился, инвалидизировался, умирал от голоду, складывая эту копеечку к копеечке, чтобы его ребёнок никогда так не жил, как он, чтобы он был уже вот там, высоко. Вот такая вот история. Могу рассказать много больше. Может быть, какие-то у вас выводы, вопросы. Я очень уважаю ваш труд, очень уважаю. Алла Верды хочу сказать, что мои дети, мои воспитанники, это не дети, это мои внуки-воспитанники, потому что нам так пришлось, мы можем воспитывать своих малых внуков с маленького возраста, и всех их мы водили к вам, в вашу школу развития личности. И каждый раз, каждый раз, как только появлялся новый претендент, подрастающий на вашу школу, мы шли только на вас. Мои дети вас вспоминают до сих пор, они вас обожают, они вас очень любят. Все ваши дипломы, которые вы нам выдавали по окончании обучения, даже те домашние задания в папочку я складывала, и вот недавно показывала старшим, вот вы от Дениса Валерьевича, помните, вы складывали наши домашки, папочки, мы их там бережно, под кроватью в ящике бережем. Вот, и все дети, знаете, почему еще речь зашла об отцах? Хочу сказать отцам, хочу сказать вам лично. Да, все дети стремились, и даже с последним младшим, вы знаете, вся наша династия учится у вас, и уже четвертый человечек заканчивает у вас, на ваших занятиях, в вашей школе личности, и уже, надеюсь, в июне мы получаем очередной диплом. Да, четвертый в вашей семье. Четвертый в нашей семье. Ваша семья – это педагогический рекорд мой. Четыре из одной семьи – это с вашей семьей связано. Я горжусь тем, я вам честно, откровенно, тем, что мы хотели к вам попасть, мы не могли к вам вот с последним долгое время, тогда было чуть проще, ну, как-то сложновато к вам было пробиться, попасть, то мест не было, то группы набраны, то еще чего-то, но в любом случае мы, наконец-то, попали в вашу группу, конкретно в вашу. Нам предлагали много разных вариантов, но мы уже так решили. И не только потому, что вы наших предыдущих детей вели, нет, не поэтому. А я скажу, что на первом месте было то, что вы, мужчина, педагог, мужчина-педагог, это было всегда у всех на первом месте. И я думаю, что по поводу тех передач, когда я не ущемляю ничем, нет, но дело вот в чем. Дело в том, что я вижу, что все психологи, вот, например, нам иногда надо была помощь психолога детского. Мы ходим, и мне психолог детский говорит, это в них прослеживается, что безотцовщина. Отца не хватает, не хватает мужчины в доме, прям, извините, как у собаки. Вот мужчина в доме, он сказал, сделал, понимаете. И вот это вот безотцовщина приводит к тому, или не знаю, что там приводит к тому, что почему-то, почему-то, и у меня в моей жизни, я начала с этого наше интервью к тому, что для меня авторитетом большей частью являлся, если это мужчина-отец, это мужчина-мой преподаватель, мужчина-мой профессор, мужчина уже вот сейчас, когда мне за 50 было, я ходила на уроки к преподавателю частным образом, по высшей математике, мне там понадобились некоторые знания, я к нему ходила, который тоже являлся, ну, с моей точки зрения, святым мужчиной. Вы понимаете, когда я равнялась, вот мне повезло в моей жизни, мне в жизни повезло с мужчинами, которые были моими авторитетами, которым я стремилась быть похожими на них, но может быть не потому, что я девочка. Вы знаете, для мужского населения, для мальчиков тоже очень важен мужчина. И хочу сказать всем отцам, когда их у нас нету, у нас у людей нету отца, нету мужчины, заменителя отца, этим людям приходится сложно, они ущербны, они вырастают ущербными, понимаете, в каком-то смысле. Да, они могут выпититься, где-то им вылезет боком, другим они могут вырваться, случайно в каком-то сфере, которое может быть не совсем ожидаемо, по всем лямбам ожидаемости такого эффекта, понимаете. Но тем не менее, мужчина очень важен. Он настолько важен, психологический ребёнок должен быть защищён, он должен быть защищён, и мать лаской, любовью материнской, вот этим тёплым телом, а мужчина достоинством, мудростью, образованием, интеллектом. Вот почему я считаю, что интеллект мужчины в семье имеет глобальное значение по отношению к маме, должна быть на втором месте, понимаете. Вот мама, она должна быть. Эти игры хорошего полицейского, плохого полицейского, это всё прекрасно, и так далее, и так далее, не будем вдаваться во все эти психологические подробности, но вот это вот то, что внесёт в ребёнка отец, как учитель, в том высочайшем понимании этого слова, ничего не забинет больше. Ничего. Ни одни психологи, ни одни там неврологи, ни одни там матери-одиночки, сейчас вот муссируются эти позиции, а может ли мать сама воспитать нормального ребёнка, а может ли отец сам воспитать нормального ребёнка. Да может. Конечно, всё возможно в этой жизни. И инвалидам можно научить клеить коробочки, научить ходить на протезах и так далее. Всё можно. Это возможно. Но вот та, как вам сказать, ущербность, которая может, к сожалению, передаться потом собственным потомкам и детям, она всё равно, знаете, где-то красной нитью. А если же, ежели мы дадим этому ребёнку, этого мужчину, если мы, если он, он всегда вспомнит, даже, я не знаю, сделав грубую ошибку в своей жизни, этот ребёнок подрастающий, он всё равно вспомнит, Боже мой, ну, мне же папа говорил, а может быть, а может быть, я всё-таки попробую, а может быть, я встану на ноги, понимаете? Потому что вот эта, вот эта вещь, она вот тут вот будет, как мы говорим, медики, на уровне ствола, потому что там находятся все жизненно важные, центр сердцебиения, центр дыхания, вся лимбика находится в основании черепа, в основании мозга. Не слышно, да? Да, вот кусочек, одно слово было не слышно только, да, наверное, звонок там был, Да нет, не знаю что. Просто хочу сказать, что я по-своему, сейчас речь вообще не обо мне, я по-своему берегу вот эту мысль и хочу её вселить во многих окружающих себя людей, что это очень важно. Каким ты вырастешь человеком? В принципе, в принципе, для меня всегда важен был человек, не важно кто. Это было со мной ещё изначально. Это, понимаете, да, мы изначально можем там где-то многие вещи, но я же говорю, если у нас на жизненном пути появится вот этот человек, на которого можно, который в нас вот это вольёт, и мы будем вот этим наполняться, мы будем все гораздо лучше, гораздо, понимаете, попадём в тот самый резонанс все вместе. Когда вырастет то поколение, понимаете, у меня какая мысль в связи с тем, что я вам рассказывала об этом человеке, который сказал, что если вырастет вот это новое поколение людей, совершенных Аристос-Антропос, понимаете, Аристос-Антропос, это люди совершенные, которые не только будут регулировать собственную физиологическую систему, а смогут вместо искусственного интеллекта решать вопросы очень большие, серьёзные, сами. Там немножко звук пропал, Ирина. Звук немножко пропал. Что-то у вас там... Вы так в прошлый раз нажали, и он появился. Что-то у себя. Что-то вы в прошлый раз у себя нажали, и он появился. А сейчас не появляется. Так, ну... Давайте, что-то там есть, что-то. Нет, не включается звук. Окей. Тогда, Ирина, я, с вашего позволения, скажу такое, ну, небольшое завершающее слово. А мне хочется всем отцам, которые посмотрят это, пожелать, чтобы вы пересмотрели, возможно, своё отцовство сквозь призму этих историй. Возможно, чтобы задумались над тем, что всё-таки лучше быть отцом с большой буквы «О», а не с маленькой буквы «О». Что всё-таки стоит работать на своём отцовство, стоит его улучшать. Но и о том, как это важно, я думаю, что мы сегодня сказали достаточно. И также хочется вам порекомендовать одну интересную, одну видеозапись. Я постараюсь даже где-то вот здесь вот ссылочку оставить на неё. У Евгения Комаровского очень есть прекрасный эфир, который будет классным дополнением, к тому, о чём мы сегодня говорили. Он называется «Отцовство как бизнес-проект». Если вам интересна эта тема, то я бы тоже советовал бы и это тоже вам посмотреть. Всем спасибо за эфир. Ирина, большое спасибо вам за ваши истории. Это было очень интересно и ценно. И это истории из практики. Это из настоящей жизни. Истории, которые трогают, и которые тронули меня, и которые тронули Ирину настолько, что ей захотелось поделиться. Поэтому всем спасибо, кто был онлайн, и всем, кто посмотрит записи. И если что-то, какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем до свидания. Всё. Ирина, до свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...